Братья и сестры И те, кто подсоединяются, приветствую всех, и те, кто уже подсоединился, и те, кто будет в записи смотреть это, потому как я стараюсь все эти трансляции сохранять на канале моем, ютуба. Братья и сестры, дорогие друзья, сегодня вот сейчас 7.40 по киевскому времени, 8.40 по московскому времени, я решил подключиться, потому как не мог этого не сделать. Дело в том, что молясь сейчас, молясь о служении, молясь о миссии, молясь о и своем служении Господу, и служении Церкви, служении народу Божьего, вот, и о нашей Церкви, и вообще о христианстве, я паки и паки, что называется, снова и снова совершаю божественную Евхаристию, сегодня причастие хлебопреломления. Я так и назвал сейчас это видео, эту трансляцию, этот эфир, причастие тела крови Иисуса Христа, Евхаристия, хлеб, вино. Дорогие друзья, действительно великое чудо, самым великим чудом является действительно божественная кровь Иисуса Христа, Его тело, ломимое за нас, которыми мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, которыми мы искуплены от греха, от проклятия, беззакония, от нищеты, бесправия, от порочности, лукавства, от, действительно, от ада и смерти. Благодарю Господа Всемогущего за то, что Его тело есть истинно пища, и что Его кровь есть истинно питье. Моя пища истинно, моя пища, моя пища есть Его тело, мое питье есть Его кровь божественная, и я благодарен Богу за это чудо. И всякий раз, когда я ем, я рассуждаю, что да, это благодаря Его телу, ломимому, и я ем Его тело. Когда я пью всякий раз, не важно, что пью, я воду пью даже, я благодарю Бога за Его святую кровь, слава Богу. Хотя обычно для причастия, для хлебопреломления я использую просто виноградный сок, вот этот, в данном случае из синагоги, из Иерусалима, из Израиля привезенный сок виноградный, плод виноградной лозы, и для меня это великое чудо, что я могу преломлять хлеб, рассуждая о теле Господнем, рассуждая о теле Христа и Его божественной крови. Знаете, друзья, я действительно, как служитель, часто говорю, что я просто порой действительно не желаю ничего другого знать, кроме Христа и распятого Христа, кроме Его тела ломимого за меня, кроме Его крови божественной, которой искуплен я от суетной жизни, преданной мне от отцов, которой я прощен, навеки прощен, все мои грехи, какие были, какие есть и какие будут, полностью, Бог полностью взял и искупил. Это ли не великое чудо? Я видел разные чудеса во время своего бытия, своей жизни. За этих 30 лет моего служения, как православный священно-церковный служитель, начиная с часа иподиагона, диакона, священника, архиерея, сейчас архиепископ, уже 15 лет как архиепископ, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, украинской реформаторской православной церкви, как православный миссионер, евангелист, служитель, я видел много разных чудес и вижу, Бог совершает знамения свои, действительно великие знамения, подтверждая проповедь Слова своего. Любя людей, Он сегодня возлагает руки на больных и исцеляет мои руки, обычные руки. Он нас, верующих, использует, как вот свои орудия любви, свои орудия божественной любви. Как наш союз любви прекрасен. Однажды стихи такие написал я. Эти дни я вспоминаю эти стихи. Удивительно, уже лет 20 прошло. Я не поэт, но иногда вот такое вдохновение приходит, и вот пишу какие-то мысли, какие-то молитвы стихами. Дышу Тобой, живу Тобой. Господь, Ты мой покров живой, стал Ты моей новой судьбой. Дышу Тобой, живу Тобой. Вот такое короткое стихотворение, но просто в нем, не знаю, я излил душу. В нем я сам просто удивляюсь, как вот Бог вдохновляет порой в таких немногих словах. Слова, обычные слова, но в какой-то последовательности необычные. Они вызывают определенные эмоции. Когда они в Духе Святом сказаны, записаны, они производят действия. Благодарен Богу Всемогущему за Божественную Кровь Святую. Хлебопреломление Евхаристия мы называем в православии причастие Евхаристией. Хлебопреломление у нас в православии обычно так и именуется причастие тела крови, причащение. Но вот именно церковно, православно мы это именуем Евхаристией. Очень красивые слова. И буквально вот именно благодарение. И Ишуа, Машеах, Иисус Христос однажды взял и преломил хлеб и дал ученикам своим, и все ели. Он сказал, это есть мое тело. И он на той последней вечере, мы называем ее Тайной Вечерей, он взял чашу, последний бокал, который был там на столе, и уже все было съедено, выпито. Последний кусочек хлеба оставался, афикоман. И последний бокал, последний бокал оставался. И вот здесь у меня тоже последний кусок этого хлеба. Шотти, да, называется? Шотти. Да, Шотти. Да, вкусно пахнет хлеб. Я так люблю запах хлеба. Просто обожаю запах хлеба. Это грузинский хлеб. Здесь вот неподалеку, станция метро Лесова, здесь в Киеве. Я сейчас живу на Киото, и прям вот недалеко от станции метро Лесова, и туда хожу, и там покупаю хлеб грузинский. Шотти. Шотти называется, да. И очень люблю преломлять хлеб грузинский, вино грузинское. Сейчас у меня вот Иерусалимская, Израиль. Слава Богу за Израиль. Баруха Шем, благословен Бог наш, Бог Израиля. И виноградный сок можно купить в синагоге любой. Здесь в Бродской синагоге продается и вино, и сок, и все, что хочешь, пожалуйста, из Израиля. И из Америки. Я израильский покупаю. Очень люблю, потому как, ну не знаю, люблю Израиль, люблю евреев. Я сам еврей по своему папе. Я даже не говорю по папе небесному, по папе земному моему. Татарин по своей маме я очень люблю татарскую культуру, еврейскую культуру, традиции, татарские традиции, еврейские люблю очень. И как мессианский еврей, как мессианский мусульманин, я не знаю, как еще назвать себя, как христианин евангельской, библейской веры православной, я благодарен Богу за чудо, за чудо преломления божественной крови и тела Его. Иисус сказал, что подлинно это есть Его жизнь, что не будет есть Его тело и пить Его крови, не будет иметь жизни в себе. Я понимаю, что ежедневно, ежечасно, ежеминутно причащаюсь я Его тело и крови, вдыхая, я вдыхаю Его, выдыхая, я выдыхаю Его любовь. Я всегда погружаюсь в Него все глубже и глубже, в Нем пребываю, во Христа облегся, во Христа оделся. И Иисус сказал, что кто будет погружен в Его любовь, и то будет спасен. Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И уверовавшие будут сопровождать сии знамения. И, во-первых, вера, во-вторых, погружение. Конечно, там говорится и о погружении в водном, как вот водное крещение, таинство церкви, одно из таинств церковных, да, и у нас в православии, да и в целом в христианстве, фактически в любой конфессии, динаминации, есть подобное таинство, есть разные взгляды, конечно, у нас христиан, сотни разных течений, направлений, порой сотни разных представлений имеют различных. Миллионы христиан, что не христианин, то свое какое-то особое представление. Все зависят и от уровня познания Бога, и от ширости сердца, от много всего, много составляющих, от культуры, традиций, много всего. И действительно благодарен Богу за великое чудо, великое чудо. Мы в православии называем благодарением это, Евхаристии, и это очень трогательно. Мне это очень нравится. Действительно, я знаю разную традицию, я причащаюсь с братьями и сестрами в разных очень конфессиях, в разных церквях, и я очень люблю причастие и у себя в церкви, конечно, в нашей православной евангельской, такой реформаторской церкви. Я очень люблю это, в наших общинах причащаться, люблю с моими братьями преломлять хлеб. Но, знаете, особенно трогательно. И особенное переживание, особенная благодать такая, вот действительно, когда причащаемся мы верующие, разные конфессии, разных традиций, разных церквей, вместе причащаемся. Я Богу за это очень благодарен. Действительно, великое чудо это, когда мы не просто на словах говорим о единстве, или молимся единственное, когда мы вместе причащаемся тело и крови Христа, когда мы вместе говорим, это есть тело твоё, мы говорим, это есть кровь твоя, и мы причащаемся тело и крови Христа и говорим, что, хотя у нас разная традиция, разная культура, разная идеология, разная теология, разные воззрения, разные традиции, служебные традиции эти, богослужебные, мы очень разные, и мы не схожи, и мы никогда не будем похожи, абсолютно, но мы можем быть, действительно едиными, и мы по-настоящему едины, только лишь в теле и крови Его, только лишь в Нем, в Иисусе Христе, у Голгофского Христа, только лишь действительно благодаря крови Его Святой. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за виной, за хлеб, за тело и кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за победу Твою, за победу Твою, тело и за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за победу Твою, за победу Твою, благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. Благодарю. Благодарю тебя, Господь, за милость Твою, благость Твою, за тело и кровь Твоей, божественной. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, спасший нас кровушкой своей, святой пролив, кровушку своей пролив за нас на кресте Голговском, Духом Святым, вознесшийся, слава Тебе, Господь, благословен Ты, Царь Вселенной, благословен Бог наш отныне и вовек, благословен Господь, Бог наш отныне и вовек, благословен Господь за тело и кровь Твои, за долгов твои, благодарю Тебя, святой, великий Бог наш, благодарю Тебя, Благодарю Тебя, Господь, за жертву Твою Голгофскую Благодарю Тебя за чудо Твое И братья и сестры тоже можем взять Если нет сок винограда, можете просто воды налить даже Взять хлебушка, любого Я массу часто использую Сейчас вот лаваш, допустим, там не важно какой хлеб Даже там, если я женой, только у вас кусочек, корочка Возьмите и налейте себе воды или сок И главное, с верой, действительно, рассуждая о теле и крови Христа Совершая в это таинство, сегодня Евхаристию Потому как действительно рассуждаем, что евангельски, библейски Ведь если мы не рассуждаем в полноте о теле и крови Христа То мы лишаемся таких благоставений порой, действительно Которые могли бы иметь полное благоставение, обогащение, исцеление, освобождение Ведь немало христиан действительно и умирают, и болеют Из-за того, что действительно не рассуждают о теле и крови Христа Действительно Лишь ограниченно рассуждают о теле и крови Христа Многие христиане действительно говорят, что Разных конфессий, что Христос умер за грехи наши Это хорошо, это правильно Но не только грехи наши Он взял на себя Не только наши грехи Он простил все Которые совершили мы в жизни своей Совершаем или будем совершать даже Полностью простил нас абсолютно все Полностью очистил По благодати своей и праведность его даром И спасение его даром по благодати Через веру во Христа Это благочестиво, это евангельски Мы рассуждаем таким образом Но это еще не все Это не вся правда Вся правда в том, что Телом и кровью Христа Его страданиями, его ранами Мы исцелены И физические недуги наши Он взял на себя И даже немощи наши Он взял на себя И нищету нашу, чтобы обогатились его нищетой Все уродство нашего мира Он забрал на себя Действительно Он взял на себя все проблемы Проклятия, одержимости Все-все-все на себя И всякий, кто призовет имя Господне, спасется И рассуждая о теле и крови Христа Я благодарю тебя, Господь Совершай божественную Евхаристию Восхваляю тебя, Господь Бог Святой Возблагодарю тебя сегодня, Боже Во имя Иисуса Христа В присутствии всех святых Святых ангелов Твоих Сейчас здесь, Господь Боже, со всеми святыми По всему лицу земли Возносящими хлеб и вино Тело и кровь Твои божественные Я восхваляю тебя, Господь И благодарю Тебя Слава Тебе Слава Тебе Слава и хвала За Голгофу, за кровь За тело и за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твоё За победу Твою За тело и за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твоё За победу Твою Благодарю тебя, Отец Благодарю Благодарю тебя, Иисус Благодарю, О Дух Святой За всё я благодарю За всё я благодарю Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенный Благословен Ты, Спаситель наш Отныне вовек И благословено Царство Отца, Сына и Святаго Духа Ныне и присно И вовеки веков Аминь Миром Господу помолимся Благословен Ты, Господи Благодарим тебя, Господи Восхваляем тебя, Господи Царь Небесный Утешитель Дух Истины Ты, Который везде присутствуешь И всё собой наполняешь Сокровищница благ И жизни податель Ты пришёл и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны И Ты спас, Благой, души наши Святый Боже, Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Слава Тебе, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Благодарю Тебя Слава Отцу, Сыну, Святому Духу Ныне и пресно и во веки веков Аминь Святый Бессмертный, Хвала Тебе И благослови, Господь, хлеб сей, честным телом Христа Твоего Аминь А то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего Аминь Приложив это Духом Твоим Святым Аминь, Аминь, Аминь Твое от Твоих Тебе приносящий за всех и за вся Святое, Святым Един Свят, Един Господь Иисус Христос Во славу Бога Отца Аминь Тело Христово примите Источника Бессмертного вкусите Аллилуйя 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 Аминь 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 Продолжение следует... Продолжение следует... За тело и за кровь твои благодарю тебя... За тело и за кровь... Я тебя благодарю за Голгофу, за кровь... За жизнь... За прощение и за жизнь... За исцеление твое... За процветание твое... За счастье и радость твои... За воскресение твое... За победу твою... Я тебя благодарю за все, Господь... За все, за все... Благодарю тебя, Отец... Благодарю тебя, Иисус... Благодарю... Благодарю... О Дух Святой... За все я благодарю... За все я благодарю... Благодарю тебя, Отец... Благодарю тебя, Иисус... Благодарю тебя, Иисус... Благодарю... О Дух Святой... За все мы благодарим, за все мы благодарим. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Вся слава Спасителю нашему, и хвала Ему за все, за все, за тело и кровь Его Божественную, за Божественную Евхаристию, за жизнь в нас верующих, за воскресение Его, силу воскресения Его, ибо Он есть воскресение и жизнь наша. Аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, которым я являюсь, благословляю всех вас я во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас во имя Господне. Мир всем вам. Шалом Божий. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. За голову, за...